Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Суббота в 8 часов утра, но тем не менее решил вас побеспокоить, потому что сегодня я решил сделать проект Пандора. И то, что вы видите у меня на столе, я могу назвать ящиком Пандоры. Вы помните по мифологии, по-моему, греческая мифология, там открываешь ящик Пандоры и оттуда там все несчастья на земле. Но у нас немножко будет по-другому. Дело в том, что в этом ящике находится, я его еще не открывал, но я примерно представляю. В этом ящике находятся битцы, то есть это маленькие такие бусинки, очень хорошего качества, это не китайские. В основном там часто встречались янтарные. Я уже делал такой заказ. И вот сейчас, когда я получил этот ящичек, они его очень тщательно упаковывают, очень тщательно. Потому что любая царапка уже будет считаться дефектом. Давайте посмотрим, как я его сейчас сюда подведу, чтобы мы посмотрели. Так, открываем. Все солидно. Все заклеено. Да, в этот раз, конечно, не только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Здесь И. Это усложняет мне жизнь. Золотые, серебряные, бицепки. Так. И вот эти Муран. Так, хорошо. Давайте посмотрим другое. Это усложняет мне жизнь. Это очень усложняет мне жизнь. Так. Проглядим еще один пакет. Неужели, нынче решили меня таким образом прикрузить? Да. Так. Бицепки. Вот бицепки. Вот они эти. Кругленькие бусинки. Окей. Еще надеюсь на остальное, что... Я все-таки рассчитывал, что будет больше вот этих. Пока их в большом-большом меньшинстве. Это мне не очень радует, ребят. Это говорит о том, что мне придется под каждую такую маленькую фитюлечку подстраиваться, что не есть радостно для предметного фотографа. Так, та же самая песня. 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 Так. Та же самая песня. Продолжение следует... Как мы видим, речь идет о лицах на серебряных, золотых фигурках и так далее. Я сейчас вам покажу убийцу. Вот это настоящий убийца. Надеюсь, сфокусировался и видно. Страшнее вот этого сердечка, только шарик. Итак, дорогие друзья, как вы уже почувствовали по моему голосу, по реакции и по моему лицу, что я открыл действительно ящик поддоры. Дело в том, что тот заказ, который я делал и на который у меня были образцы, вот посмотрите, я делал вот эти работы для них. То есть и разговор шел именно о них, как мне казалось. Я специально послал им эту серию и сказал, вот так делали. Сказали, да, именно так. Я ожидал 50 таких бусинок. И хотел вам сегодня уже показать, как с помощью простейших средств, то есть теперь, вы знаете, мы с вами не в студии, да, то я делал в студии. Делал с предметным столом, там свет сверху, свет снизу, там навороченное было, да. То нынче у меня была такая идея, показать вам, как делается вот в таких условиях. И самому попробовать, естественно, да. То есть один в один, что называется. Но, как я вижу, нам предстоит задача гораздо сложнее теперь, гораздо сложнее. И вы сейчас находитесь live, как в ситуации, когда фотограф, профессиональный фотограф, влетает, как новичок. И что делать в этом случае? То есть вот эта работа стоит, как минимум, в два раза больше. Как минимум, в два раза больше. Хотя я уже хорошую цену взял, она уже лежит у меня на счету, все. И я вам сразу скажу, что, ребят, назад из этой ситуации хода нет. То есть должны были это настолько тогда точно говорить, чтобы не было таких эксцессов, да. Ну, раз это произошло, так произошло, вы понимаете, теперь мне надо собраться мыслями. Продумать, как я смогу наиболее изящно, без больших потерь, из этой ситуации выбраться. Может быть, продумать какие-то интересные ходы, при которых будет с одного щелчка получаться разбить, как я уже думаю, их на определенные группы. Те, которые круглые, те, которые вот такие продолговатые, те, которые с камушками. И попробовать, как бы, оптимизировать работу. Вот. Поэтому я сейчас прекращаю. Да, дайте мне время подумать. И все равно мы с вами продолжим этот проект Пандора. Потому что, как я помню, в детстве учились в истории, ничто нас в жизни не может вышибить из седла. До сих пор помню. И у меня это точно так же. То есть временное такое, знаете, ошарашивание, оно, в общем-то, сейчас пройдет. И мы с вами все-таки поучимся фотографировать уже Пандору. Хотя я где-то это уже показывал, да. Но в этом случае качество должно быть на порядок выше. Качество на порядок выше, а условия на порядок меньше или хуже, скажем так. Да, то есть домашняя студия со студией не сравнить, да. Ну, это и есть, как бы, ерунтиград хераусфордеринг. То есть, я даже не знаю, как на русский это перевести. То есть, это вызов. Как бы вызов такой, да, мне. Я сам себе создал ситуацию, теперь я сам себе даю вызов. И поэтому, дорогие друзья, я не думаю, что это долго продлится. Скорее всего, мы начнем уже сегодня. К вечеру, я думаю, что я разработал пару рецептов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!